Всем добрый день. Добрый день, коллеги. Буквально секундочку еще ждем тех, кто присоединится и прошу поставить какие-то реакции, накидать нам огонечки, чтобы мы понимали, что вы нас слышите и видите хорошо. Отлично. Нас видно и слышно. Тогда мы начинаем. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Меня зовут Юлия. Это мой коллега Алексей. И сегодня мы расскажем вам про использование инструмента SCAP для планирования укладки. У нас сегодня небольшой вебинар. По таймингу около пяти минут будет вступительная часть. Далее основная часть. Я передам слово Алексею. И затем мы немного резюмируем и будем рады ответить на ваши вопросы. Вопросы, по ходу, можете нам писать в чат и как раз в завершении мы на них ответим. Мы знаем, что большим скачком в оптимизации любого склада является внедрение в МС-системы. Но, к сожалению, даже после внедрения остается фактор, который достаточно сильно влияет на различные процессы. И это человеческий фактор. В некоторых вопросах, как, например, укладка коробов на палет, его, то есть влияние этого фактора можно снизить до оптимальных значений. И это можно сделать с помощью нашего программного продукта Axelot SCAP. А почему, в принципе, укладка так важна? С каждым годом все больше торгово-производственных сетей и компаний стараются оптимизировать складскую и транспортную логистику, так как это напрямую влияет на стоимость операционных расходов и, в конечном итоге, на стоимость готового продукта и продукта на полке. Но если на складе большая номенклатура и при палетировании необходимо учитывать не только расположение, размеры, способ укладки, но также и совместимость товаров, то на поиск оптимального решения у работника склада может уйти большое количество времени или же решение будет неоптимальным, что повлечет дополнительные расходы. Этот вопрос и зачастую главную боль работника склада теперь можно делегировать программному продукту и быть уверены в том, что подобранное решение действительно является оптимальным и также отвечает требованиям заказчика. Наша компания единственная на рынке, которая вкладывает более 10% от выручки в R&D, развитие и разработку наших программных продуктов. Мы создали продвинутый программный продукт Axelot SCAP, который предназначен для решения задачи оптимизации логистических процессов. И, я думаю, вам известен SCAP в маршрутизации транспорта и по задачам коми-выезжора в транспортной логистике. Но сегодня мы хотели бы рассмотреть наш программный продукт в разрезе складской логистики. И я передаю слово Алексею. Спасибо за предоставленное слово, Илья. Прежде чем мы рассмотрим, каким образом нам SCAP помогает в решении задач укладки, хотелось бы немножко поговорить о том, что такое SCAP. Во-первых, расшифровывается как это Supply Chain Advanced Planning. Это программный продукт, который принадлежит классу оптимизационных решений, предназначен для решения сложных комбинаторных задач и задач оптимизации логистических процессов. Среди частых задач, которых решает SCAP, вот как было сказано, это задача коми-выезжора, задача маршрутизации транспорта, ну и, собственно, задача укладки. Axelot SCAP является компонентом платформы комплексного управления цепями поставок Axelot SCM и бесшовно интегрируется с другими компонентами платформы, причем интегрируется в реальном времени. Axelot SCAP может внедряться как отдельно, так и совместно с другими компонентами нашей платформы. Состоит SCAP из платформы Ядра, которая содержит в себе механизмы обеспечения работоспособности и набора плагинов, где, собственно говоря, происходит реализация алгоритмов планирования. Разработан этот программный продукт на технологиях Netcore, взаимодействует с другими компонентами и внешними системами, СУБД, ГИС, и для хранения данных нам требуется одна из поддерживаемых СУБД, это либо Microsoft SQL Server, либо Postgres SQL. Немножко поговорим про интеграцию с бизнес-системами, которая является управляющим по отношению к статам. То есть инициализация процесса оптимизации, оптимизационного решения, исходит именно из управляющей системы. Ну, например, как взаимодействие от слота ОМС X5 со SCAP, то есть периодически в SCAP передаются данные по заказам на отгрузку, нормативно-справочная информация, правила укладки для контрагента, и в ответ от SCAP ОМС получает информацию, которая может быть использована для группировки задач, которые будут приводить к оптимальному отбору, либо упаковке, собственно говоря, товара на полет. Взаимодействие происходит через REST API, возможно, как синхронное, так и асинхронное взаимодействие. SCAP разработана по принципу мультиарендности, что позволяет одновременно взаимодействовать с несколькими системами подписчиками, и, собственно, данное решение может быть развернуто как в облаке, так и на собственных серверах компании. Немножечко поговорим про плагины, то есть сами алгоритмы решения задач оптимизации поставляются как раз в виде плагинов. В скомпилированном виде это представляет из себя файл, который размещается в установочных каталогах системы, и плагин – это наиболее часто изменяемая часть системы ввиду постоянной необходимости улучшения, исправления ошибок, ну и дальнейших задач оптимизации. И данный файл может быть просто либо ручной, либо автоматически заменен без необходимости при запуске системы. Условно, плагины можно разделить на поставляемые, то есть те, которые поставляются для решения какого-то определенного класса задач, либо кастомные, которые могут быть разработаны для решения уникальной задачи под заказ нашего заказчика. Давайте двигаться дальше. Сейчас мы с вами уже посмотрим, каким образом скап можно применять на практике для решения задач упаковки. Рассмотрим мы в разрезе тех настроек, которые появились в нашей системе. Во-первых, помимо наших традиционных стратегий отбора, размещения, пополнения, уплотнения, появились еще стратегии укладки. Стратегии укладки добавляются как в процесс отгрузки, так и непосредственно в настройки контрагента. При этом те настройки, которые сделаны для контрагента, будут приоритетнее, чем для процесса. Стратегии укладки могут быть заданы как для отбора, так и для упаковки. И учитывают кратность укладки, штучную, коробочную, палетную. То есть данные настройки именно говорят нам про упаковку. То есть, например, если так привести, то какая-нибудь крупногабаритная техника, например, какой-нибудь холодильник крупный, имеет кратность отбора штучную, но упаковка у него уже будет палетная, так как это одну единицу можно поместить на палетную. Для каждого вида укладки есть свои настройки. Во-первых, мы можем выбирать кратность, с которой работает система коробочная, штучная, палетная. Способ укладки. Система может спланировать укладку столбиками, слоями, либо в смешанном режиме. И используем алгоритм, который будет взаимодействовать и планировать укладку. Либо свободный алгоритм, когда приблизительно по объему система спланирует товар, упаковку. Либо использовать непосредственно наш скат. При этом мы будем учитывать совместимость по партиям, будем учитывать необходимость консолидации товара в каком-либо месте хранения. Также система может учитывать разрешенные свесы с палетом. И мы также указываем максимальную толщину проложки между слоями, которая может быть использована. Данные настройки, как правило, являются самыми необходимыми требованиями от контрагентов, например, от сетевых клиентов. Также были сделаны некоторые дополнительные настройки в упаковках. То есть мы можем наши упаковки ранжировать по классу по массе от 1 до 9. Если же мы знаем точную нагрузку, допустимую, мы также эту информацию можем указать. И SCAP будет учитывать эту информацию при планировании. Что же происходит дальше? После того, как данные были переданы в SCAP, у нас доработаны определенные логики выгрузки этих данных в SCAP, SCAP посылает информацию в МС, которая будет доступна в мониторе расчета укладки и заказа на отгрузку. В данном мониторе мы видим уже спланированные палеты. Также можно визуально посмотреть, каким образом система спланировала данную укладку. Эти данные могут быть и должны быть использованы для группировки задач, которые выдаются исполнителю. То есть мы можем выдавать либо задачи на отбор, и у нас уже при отборе исполнители соберут палет по требованию заказчиков, и причем оптимально, либо на следующем этапе, который может быть на складе, это вот этап упаковки. Ну и, собственно, хотелось бы показать разницу, отличие между тем, как человек уложил товар на палет от того, как спланировал SCAP. Как мы видим, человек уложил на палет 14 коробов, да, то есть SCAP же спланировал укладку 15 коробов в слое, что увеличило плотность на палете и уменьшило количество палет в собранном заказе. Коллеги, у нас не все. Юлия? Большое спасибо. Очень ценные и полезные информации, примеры. И в завершении хотелось бы отметить несколько важных пунктов и сказать, почему наш продукт, Axelot SCAP подойдет именно вам. SCAP – это действительно уникальное решение, не имеющее аналогов на рынке. Как и в любом решении по оптимизации, в основе SCAP лежит сложная математическая модель с множеством переменных. Но уникальность состоит еще в том, что развивали и разрабатывали данное решение, у нас целое подразделение, куда входят не только программисты и математики, но также специалисты по логистике, которые знают и исследуют рынок, и знают потребности наших клиентов и заказчиков. Именно такой подход дает уверенность, что полученное решение Axelot SCAP будет оптимальным или близко к оптимальному. SCAP – это решение не только для системы продуктов Axelot. Это очень важный момент. Мы можем интегрировать SCAP в любую систему управления складской или транспортной логистики. Также в ERP или другую систему, в том числе разработанную под вас. Если вы удовлетворены работой своей системы, но вопрос оптимизации для вас актуален, вам не придется полностью переходить на другое решение, привыкать к нему, обучать персонал по работе с интерфейсом. Мы совместно с вашими сотрудниками настроим интеграцию. Более того, мы уже работаем и прорабатываем проекты по интеграции с другими системами. Также еще один важный пункт, что у нас реализован индивидуальный подход к каждому проекту. Как упоминал Алексей, если стандартный плагин вам по тем или иным причинам не подходит или не совсем удовлетворяет вашему требованию, мы можем доработать существующий или разработать полностью кастомный плагин, который будет решать ваши задачи. Это все возможно, и это сделаем для вас. И также коммерческая выгода. Данный продукт не только поможет сэкономить место на складе за счет оптимальной упаковки коробов на палет, а также позволит уменьшить транспортные расходы, избежать штрафных санкций от заказчиков и торговых сетей, избежать простоя в случае укладки на палеты, также не по требованиям, если вдруг машину развернут, в месяц разгрузки, ну и, конечно, в целом повысить эффективность склада и складской логистики.